Ну вот мы с вами добрались и до самой финальной части фаворитов года, а именно фаворитов для губ. На самом деле 2016 для меня это был, наверное, годом открытия разных помад. И вообще этот год можно назвать годом губ, потому что губы это были, грубо говоря, главный тренд 2016 года. И я, наверное, в 2016 купила больше всего помад, чем за всю, наверное, свою жизнь. И сегодня я спешу с вами поделиться не только своими любимыми формулами помад, то есть целыми линейками любимыми помад, но и также я вам в конце видео расскажу о своих самых больших фаворитах нюдовых помад, то есть конкретные оттенки. И также расскажу вам о фаворитах красных классических помад. Поэтому давайте приступать. Первая наша категория это будут карандаши для губ. И здесь, я думаю, вас совершенно не удивит то, что я показываю вам карандаши для губ от Гош. Я считаю, что это отличные карандаши, а самое приятное это то, что они еще и не очень дорого стоят. Конечно, Гош это не самая бюджетная марка, даже из масс-маркета, но вот эти карандаши действительно способны вам дать все то, что вы хотите получить от карандаша. Конечно, есть более качественные карандаши, например, там Makeup Forever Aqua линейка, Но если вы не планируете фотосессию в бассейне где-нибудь в Дубае в жарком влажном климате, то вам эти карандаши по сути и не нужны. И вот этих вам вполне будет достаточно для того, чтобы сделать четкий контур и для того, чтобы просто вот как бы создать какую-то базу для подальшего нанесения помады. Очень хорошая растяжка оттенков. Здесь вот все мне нравятся оттенки, приходите в магазин, свочите, выбираете какой вам больше всего нравится и покупаете, потому что каких-то отдельных фаворитов в плане оттенков я вам даже назвать не могу. Все хороши, поэтому выбирайте только то, что вам больше нравится в плане оттенка. Что же касается фаворитов года среди помад, то здесь у меня ничья между двумя помадами. И это вот эти помады, которые я вам сейчас показываю. Первая из них это LA Girl Matte Pigment Glass. И вторая это Colourpop Lipi Stix. Для меня это были самые лучшие помады 2016 года. Они действительно потрясающие. Давайте я вам про каждую сейчас более детально расскажу. Если говорить о помаде, которую я чаще всего носила в 2016 году, то это будет однозначно Colourpop. И именно вот эта серия Lipi Stix не матовая, не ультраматовая, не сатиновая, а именно вот эта помада. Потому что она для меня это просто комфорт в тюбике. В первую очередь у них миллион оттенков. Нужно отдать должное Colourpop. Они действительно очень прогрессивная марка в этом плане. И у них можно найти все от белого, черного и все, что может быть посередине. Все оттенки красного, фиолетового, сливого. Да в принципе все, что вы хотите найти. Любой оттенок вы 100% найдете его в Colourpop. И причем у них постоянно выходят какие-то дополнительные лимитки. Какие-то коллаборации с блогерами. Поэтому всегда коллекция оттенков помад пополняется. И вот конкретно Lipi Stix мне безумно понравились своим комфортом. Насыщенным цветом. И также у них вот внутри вот этой линейки есть разные финиши. То есть можно взять матовую, можно взять ультраматовую, можно взять кремовую, можно взять глянцевую. И вы просто выбираете именно то, что вам больше нравится в плане оттенка и в плане финиша. У них есть потрясающая просто помада, которая в оттенке Bound. Это глянцевая помада. Создается такое впечатление, что на вас сразу и помада, и сверху блеск нанесен. Очень-очень красивый эффект. Очень красиво смотрится. Единственный минус вот этих глянцевых помад. К ним липнут жутко волосы. Но это в целом как бы минус глянца на губах. Самый мой любимый оттенок, это оттенок Brink. Он нестандартный. Это такой вот теплый таркотовый оттенок. Вот именно настоящий такой таркотово-кирпичный оттенок. Казалось бы, странный цвет, но он настолько как-то круто выглядит на губах. Теплым цветотипом очень хорошо подходит. Замечательно просто смотрится на губах. Это нюд, но в то же время интересный вот такой вот нюд. Не типичный такой какой-нибудь выбеленный или такой вот как цвета кожи нюд. Вот интересный такой теплый таркотовый. Если вы ищете недорогую, но комфортную в носке помаду, которая будет иметь насыщенный цвет и такую приличную стойкость, скажем так, то однозначно обратите внимание на Colourpop. Не знаете, если как заказать, поищите разные варианты. Можете обратиться в Simple, это как бы мой проект. Если нет, то заказывайте, как вам удобно. Но попробуйте обязательно эти помады, они очень классные. И где-то приблизительно так же. Я любила помаду от LA Girl, но это совершенно другая помада, совершенно другая формула. Это жидкая помада, и она безумно просто стойкая. У них в линейке не настолько много оттенков, но тоже там можно в принципе найти как и нюд, так и какие-то красные варианты, и так и какие-то более нестандартные варианты, по типу там фиолетовый или темно-бордовый, какой-то вот такой вот, какие-то такие цвета там есть. Мой самый любимый оттенок это Bazaar. Это красивенный алый оттенок. Не красный, не классический красный, не яркий, а вот именно такой алый, который очень освежает лицо. Выглядит потрясающе просто. Еще тоже мне понравился оттенок Dreamy. Это самый лучший нюд в этой линейке. Оттенок Fleur мне тоже очень нравится. Это так же, как и в Colourpop Brink. Такой вот больше терракотовый оттенок. Тоже очень красиво смотрится. Единственные оттенки, которые я бы вам не советовала, это те, которые уже ближе к темному, потому что они там больше пляшивят. Чем ближе к светлой гамме или к средней такой гамме, тем более они качественные. Вот конкретно фиолетовый там ужасно пляшивый. И достаточно пляшивый тоже оттенок Rebel. Вот эти вот оттенки я бы вам не советовала. Что касается более светлых тонов, то они там все просто придраться ни к чему. Единственный минус, который я могу назвать в этих помадах, это то, что они могут создавать такую небольшую липкость на губах. Если вы ищете вот полный комфорт, то обратите внимание на Colourpop. Если вы можете пожертвовать таким вот небольшим комфортом, но при этом получить безумную просто стойкость, тогда обратите внимание на LA Girl. Они немножко липкие, да, но в то же время наносить их нужно очень тонким слоем. Вот просто очень тонким слоем. Если вы начнете вот так вот наслаивать ее, это будет очень некомфортно. Сделайте сначала контур карандашом, а потом вот просто даже счистить кисточку и тоненьким-тоненьким слоем нанести на губы, тогда очень даже комфортно получаются они в носке. Что касается блесков для губ, то здесь у меня особо даже поделиться с вами нечем, потому что 2016 год это год все-таки матовых губ. И глянец, конечно, совершенно не был актуален, но я вам все-таки подготовила три помады, вернее, две помады и один блеск. Все эти помады, и я говорю сейчас именно конкретно о этих цветах, они выглядят очень глянцевыми на губах, и поэтому я их включила в категорию как бы блески для губ, потому что они вот именно создают вот этот вот блеск, такой глянец на губах. Конкретно блеск у меня здесь только один. И я сейчас вам показываю блеск от Faberlic, у него номер 4497. Вообще это сыворотка-блеск для губ, то есть она вроде как и ухаживает за губами, и немножко должна как бы делать их визуально больше. Мне почему понравился этот блеск, потому что он идеально подходит под нюдовые помады. Если вы помаду хотите сделать еще более глянцевой, такой вот именно сочной и вкусной, то вот этот блеск очень классно дополняет любой нюд, очень круто выглядит, вот действительно губы становятся такими пухлыми, какими-то, ну не за счет того, что он как бы покалывает губы, а за счет вот просто вот этого глянца обволакивающего. Очень красивый блеск, вот я им пользовалась, наверное, больше всего. И еще две помады вам покажу. Одна из них от Too Faced, это линейка Melted, и я конкретно любила оттенок Melted Peony. Это один из самых, наверное, ходовых оттенков в линейке, потому что у них в основном все такие более насыщенные, а ближе к нюду или к светлому у них очень мало оттенков. И вот этот Melted Peony это холодный вот цвет пионов, да, вот холодный розовый такой вот цвет. Красиво выглядит на губах, ощущается масляной такой вот как пленкой, комфортно очень носить, стойкость такая себе посредственная, но как бы эта помада не заявляется как какая-то стойкая помада, поэтому как бы претензий здесь я предъявлять к ней не могу. И еще одна помада, вот именно конкретно этот оттенок, это просто мой безумный фаворит, это помада от Rimmel, и серия, которая вот с такой вот прозрачной розовой крышкой, она идет как полупрозрачная Moisture Renew Sheer and Shine, и конкретно оттенок 600 Spin All Spring, это просто потрясающий цвет, это персиковый, глянцевый оттенок, безумно красиво смотрится на губах, особенно если есть чуть-чуть вот какой-то загар, вот кожа не бледная, а вот именно чуть-чуть такая вот как подзагорелая, наносишь эту помаду, если губы еще при этом такие пухлые, то есть не ниточки там уже совсем, а вот такие вот губы пухленькие, это так красиво смотрится. Я эту помаду безумно люблю в каких-то дневных макияжах, когда минимально просто всего на лице, и вот такой вот как бы нют макияж без макияжа, и вот эта помада ну просто шикарно вообще выглядит. Всем советую, кто любит вот такой вот просто легкий оттенок, но в то же время такой вот красивый, сочный глянец, потрясающая помада. По конкретным линейкам у меня все, и давайте теперь расскажу вам о своих любимых нюдовых помадах. Нюдовые помады это вообще моя огромная любовь, зачастую именно нюдовые помады я выбираю для себя, и какие бы ни были модные тенденции, вот у меня есть набор помад, которые вот сейчас вот постоянно у меня в обиходе, то есть я либо одной, либо второй, либо третий постоянно крашусь, и я использую их также на моделях, если это актуально, скажем так, если нюдовые губы мне нужны. И давайте я вам расскажу варианты, которые я для вас подготовила. Первая помада это мой давний фаворит, это помада от Wild Cell Rouge Volupt и оттенок 1. Эта помада действительно уникальная в плане того, что когда ее наносишь, она как масло, словно тает у тебя на губах, заполняет абсолютно все морщинки, вот если есть проблема с морщинками, то вот эта помада отличная, она заполняет все морщинки, от этого губы сразу кажутся как будто немножко больше и объемней. Я когда эту помаду наношу в видео, меня всегда спрашивают, накачала ли я губы. Вот действительно она создает вот такой вот очень красивый эффект, и конкретно вот этот номер первый, это такая вот классическая холодная розовая помада, вот цвета вот пиона, да, как я вам показывала, Too Face Melted, вот такой вот типичный цвет светлый пиона, но очень-очень красиво подчеркивает какие-то макияжи в холодных тонах, очень тоже она идет холодным цветотипом девушек, поэтому однозначно присмотритесь, если конкретно этот цвет вам не очень, то в целом эта линейка очень классная, потому что эффект на губах очень красивый. Дальше хочу вам показать то, что у меня сегодня на губах, это помада от Kiko или Kiko, оттенок номер 08, это вот такой вот карандашик, Lip Gloss называется, или Crayon Gloss, ну вот как-то так, то есть вот в такой вот форме карандаша. Когда-то мне эту помаду подарила моя подруга, и она потом мне подарила еще вторую такую помаду, потому что она мне очень сильно понравилась, я ее действительно часто использую. Немножко в нем есть вот такой вот как оттенок серого, вместе с розом, и вот как-то вот так вот, очень сложный цвет, но в то же время на губах выглядит потрясающе. Следующая помада, которая появилась у меня в коллекции не очень давно, но в то же время я постоянно ей пользуюсь, и эта помада от Makeup Revolution, марка очень бюджетная, но такая классная, вообще все, что я не пробовала, мне очень понравилось от этой марки, и эта помада в оттенке, если я не ошибаюсь, да, вот просто нюд она называется, это матовая помада, и она больше такая нюдово-персиковая, очень классно смотрится, вот она действительно выглядит очень матовой, желательно, конечно, использовать с ней карандаш для губ, чтобы создать какой-то контур, и потом его заполнить, иначе она может как-то даже уменьшить губы, из-за того, что она матовая, и нет вот этого глянца, который немножко увеличивает губы, но очень-очень классная помада. Еще одна помада, которую я тоже безумно люблю, от Bidelium Tools, In The Nude она называется, она чем-то похожа на помаду от Kiko, но она более розовая, и немножко менее глянцевая, я бы сказала, она все-таки ближе к такому вот, как классическому светло-розовому нюду, хороший нейтральный оттенок, как для холодных цветотипов, так и для теплых цветотипов, все зависит от макияжа, который вы наносите, и последняя помада, это тоже мой недавний фаворит, это помада от Rimmel, из линейки Kate, это юбилейная серия с Kate Moss, и оттенок это 54 Rock'n'Roll Nude, тоже очень красивая помада, тоже глянцевая, и она здесь такая вот, как бы смесь розово-персикового оттенка, то есть вот я тут постаралась вам подобрать, как совсем холодные какие-то цвета, так и теплые, так и нейтральные, так и как бы розово-персиковые, то есть как бы смеси такие разные, поэтому в зависимости от того, просто что вам больше нравится, то бы я вам и советовала выбрать, и последнее покажу вам карандаш для губ, нюдовый, вот это наверное мой самый любимый карандаш был за все время в плане нюда, потому что нюдовые карандаши довольно сложно найти, потому что в основном они все более темные, чем нюдовые помады, вот этот же, это такое исключение, вообще удивительное, это карандаш от Makeup Revolution, и оттенок у него называется просто Lip Liner The One, это именно настолько светлый карандаш, который им можно создать вот контур, который потом любая нюдовая помада его перекроет, и этот контур не будет видно, но в то же время это такой вот хороший, скажем так, гайд, когда ты вот делаешь контур губ, это очень хорошая такая направляющая для вас, и в то же время его можно использовать тоже и как консилер, то есть если вы где-то там залезли не туда куда нужно, чуть-чуть вот так вот его подтереть им контур можно, то есть очень-очень универсальный и классный карандаш, и стоит вообще просто 5 копеек. Последняя категория у нас с вами осталась, это красные помады, начну наверное с карандаша для губ, потому что с красными помадами карандаш для губ, это очень важный шаг, и здесь мой любимый карандаш, как ни странно, не от Гош, а от Буржуа, вот этот оттенок красного, это вот настолько шикарный оттенок, это самый, что ни на есть, настоящий классический красный цвет, и это оттенок Буржуа, 7 черри бум бум он называется, потрясающие тоже карандаши у Буржуа, они немножко более кремовые, чем Гош, то есть если у вас много морщинок вот так вокруг губ, они могут чуть-чуть туда затекать, то есть мне бы хотелось все-таки от красного карандаша немножко больше вот такой вот сухости получить, вот этот более кремовый, но в то же время, если у вас как бы нет проблемой, что карандаш растекается куда-то, то с этим тоже не должно быть никаких проблем, потому что он обычно нормально держится, в редких случаях бывает растекается, но тем не менее, вот этот вот карандаш, 7 оттенок, потрясающий контур для каких-то красных помад, да и в целом, если вы просто даже карандашом губы накрасите, очень красивый будет матовый оттенок, как помады, что же касается красных помад, то здесь у меня однозначно два фаворита, один матовый и второй глянцевый, по цвету они вот практически идентичны, даже не практически идентичны, они мне кажется идентичны по цвету, что один, что второй, это классический красивый красный холодный цвет, делают зубы белоснежными, выглядит сногсшибательно, то есть это именно тот красный, за которым все гонятся, вот такой классический красивый красный цвет, что касается матовой версии, то это у меня Джордана помада, из линейки Matte, и оттенок 33 Rouge, у них есть тоже оттенок Red, который называется красный, но он хуже, он более теплый, вот этот именно такой вот классический, красивый красный цвет, я наверное уже 10 раз это повторила, но в целом так и есть, и это именно матовая серия, то есть помада выглядит действительно очень матовым, таким вот плоским матовым цветом, что же касается ее аналога, только в глянце, это помада от Rimmel, и это серия The Only One Lipstick, и оттенок 510 Best of the Best, потрясающая тоже помада, глянцевая, насыщенно выглядит на губах, на пухлых губах, вот просто потрясающе выглядит, настолько броско, настолько привлекательно, настолько как-то чарующе даже, она выглядит, очень-очень бы я вам советовала эту помаду, присмотритесь к ней, если вы носите красные помады, или если вы ищете какую-то красную, которая вот действительно правильная красная, то вот с этими двумя точно не ошибетесь, ну вот и все, фавориты года у нас с вами подошли к концу, если вы не смотрели мои фавориты года для губ и для глаз, обязательно это сделайте, я вам оставлю ссылки внизу, а сейчас, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, и мы с вами тогда увидимся в следующих моих видео, пока!